Сегодня почти все водоемы региона покрыты тонким слоем льда. А значит, не за горами то время, когда поклонники подлёдной рыбалки появятся на хрупкой поверхности рек и озёр с намерением поудить. Уже за 8 месяцев текущего года во время рыбалки вода унесла жизни 20 человек, а это 21% от общего числа утонувших. Чтобы безобидное занятие не обернулось трагедией, рыбакам следует соблюдать элементарные правила и меры предосторожности. Выход на лёд разрешается при его толщине, начиная с 10 сантиметров. Ну а желательно вообще 12 на подлёдный лод, потому что, как правило, рыбаки собираются в одном месте несколько человек, а увеличивается нагрузка. Вторая мера безопасности – это избегать пробивать лунки на малой площади, их большое количество, потому что вот эти большое количество лунок на малой площади также уменьшает количество, вернее, прочность льда. Наиболее крепкий лёд – это более тёмный и прозрачный лёд. Если, допустим, он мутного цвета, молочного, значит, тут ингредиенты – это снег и вода. То есть уже плавопрочность его уменьшается в два раза. Обращать внимание надо на то, что лёд менее прочен, там, где выходят заросли, осоки, камыша и так далее. Ещё менее прочный лёд в тех местах, где большой покров льда. То есть под снегом лёд уменьшает свою прочность. И ещё очень важно, вот в нынешний период, который наступил, то, что у нас погода нестабильная, да, то заморозки, то оттепель, там, солнце светит. Вот в этих условиях особое внимание вот к ледовому покрытию. Почему? Потому что даже небольшая оттепель, она в два раза уменьшает прочность льда. Казалось бы, там морозец есть, но вот это солнце, вот, небольшое потепление, и уже прочность льда уменьшается. Вторую группу риска составляют дети. Ещё не стих шум вокруг страшной трагедии в Гомеле, когда река унесла жизнь двоих учеников. Поэтому родители и учителя должны быть на стороже. Ни в коем случае не отпускать детей на хрупкий, а оттого коварный лёд местного водоёма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова